Дорогие друзья, здравствуйте! Мы сегодня с вами рассматриваем тему под названием синонимия. И вы видите вопросы к этой теме. Первый вопрос, который мы будем рассматривать, это синонимия как проявление парадигматических отношений в лексике. Итак, я утверждаю, что синонимия – это как раз проявление парадигматических отношений, можно сказать, вшире в языке. Почему? Давайте докажем на примере. Вот дан синонимический ряд, он перед вами. Большой, огромный, гигантский, громадный, большущий. Какие отношения есть между членами этого ряда? Во-первых, есть отношение сопоставления на основе общего элемента смыслового, общей схемы, большой размер. И есть отношение противопоставления, потому что большой все-таки не равно значению слова гигантский. Гигантский – это не огромный, ну и так далее. То есть выявляются в значении каждого этих слов, на фоне этого сопоставления, выявляются дифференциальные семантические признаки, дифференциальные схемы, которые отличают эти значения друг от друга, значения этих слов друг от друга. Это и есть, как вы понимаете, отношение со- и противопоставления, то есть парадигматические отношения. Определим синонимию в самом общем виде. Синонимия – это семантическая эквивалентность единиц. Синонимия похожа на полисемию вотчим, на многозначность. Синонимия – это проявление закона асимметричного дуализма, то есть асимметричности языкового знака, когда одному значению, одному плану содержания, помните, да, ПС, соответствует несколько форм, несколько планов выражения. То есть план содержания приблизительно один у синонима, планов выражения – несколько. При синонимии значение стремится выразить себя иными средствами, нежели его собственный знак. Таким образом, с одной стороны, синонимия – это свойство языкового знака вообще, и поскольку знак ненационален, то синонимия – это семантическое универсалие, это универсальное языковое явление, как называет его Алла Алексеевна Брагина. С другой стороны, синонимия является универсалией, так как мотивируется психологическими предпосылками, потребностью человека дифференцировать единое. Наша потребность психологической – дифференцировать нечто единое. Есть еще и третья сторона. Синонимия возникает под воздействием ряда социально-исторических причин. Например, таких как разделение говорящих на социальные, профессиональные, возрастные микроколлективы. Например, пневмония и воспаление легких, ренит и насморк. Ясно, что в профессиональной речи врачей, скорее всего, будет пневмония и ренит. А в речи разговорной, обывательской, вряд ли будет ренит, это будет насморк. Ну или хороший, качественный и сравните. Классный, клевый, крутой, супер. Вот вам явно демонстрация того, как один микроколлектив, более возрастной, одна социальная группа оценит или использует при характеристике какого-то объекта слова «хороший, качественный», а другая группа «клёвый», «крутой», «классный», «классняцкий» и так далее. Ещё одна из социально-исторических причин – распределение человеческого сообщества во времени. Ну, отсюда мы имеем устаревшие, да, или перешедшие в разряд книжных, книжные устаревшие слова. Их синонимы – слова, находящиеся сегодня в активном употреблении. Ну, например, глаза, очи, да, взирать, смотреть и так далее. Живот, жизнь, не пощажу или не пожалею живота своего, да, это значит жизни своей. Дальше. Распределение сообщества в пространстве, то есть разные регионы, да. Ну, например, полотенце, рушник, шуба, даха, валенки, пимы, да, как их называют. Дальше. Контакты разноязычных народов, когда один из синонимов русский по происхождению, исконно русский, другой заимствованный. Этого у нас, этих примеров у нас огромное количество, да. Согласие, консенсус, там, толерантность, терпимость, импичмент, недоверие, дискуссия, спор и так далее. Ну и, конечно, нельзя не сказать о стилистической дифференциации, которая, кстати, охватывает и все предыдущие причины. Ну, предположим, есть, жрать, лопать, хавать и так далее. Отношение эквивалентности единиц, то есть синонимия в широком смысле, может характеризовать любые языковые уровни, любые значимые единицы языка, а это еще раз доказывает универсальность синонимии как языкового явления. Ну, пример, да, синонимия словообразовательная. Мы имеем огромное количество синонимов среди, например, суффиксов. Учитель и грузчик. Суффикс лица, да, ну, вы поняли. Апельсинный суффикс «эн» и апельсиновый. Суффикс «эн» и синонимичный суффикс «ов». Синтаксическая синонимия. Земля кругла, земля круглая, земля имеет форму шара. Ждать ответ, ждать ответа. За ягодами, по ягоды, ну и так далее. Но нас с вами, при том, что мы поняли, что синонимия – это универсальное явление языковое, интересуют особенности лексической синонимии. И поэтому мы переходим ко второму вопросу – лексические синонимы и критерии их выделения. Существует четыре критерия, по которым выделяют синонимы. Первый критерий, вы видите все их на экране. Синонимы – это слова, тождественные или близкие по значению. Синонимы – слова, способные замещать друг друга в разных контекстах. Синонимы – слова, обозначающие одно понятие, но различающиеся стилистически. И, наконец, синонимы – это слова с тождественным динататом, то есть слова, обозначающие одну вещь, один предмет, одно явление. Вот четыре критерия, близкие или тождественные по значению, способные замещать друг друга в контекстах, обозначающие одно понятие, но со стилистической разницей, и слова с общим динататом, с тождественным динататом. Ядром семантического поля лексической синонимии как раз являются слова, которые удовлетворяют всем этим критериям, то есть у них все четыре критерия совпадают. Ну, допустим, бросить, кинуть – это близкое по значению. Они способны в определенных контекстах друг друга замечать, они явно различаются стилистически, у них один сигнификат, то есть понятие, один динатат. Спешить, торопиться, печальный, грустный. Однако между этими четырьмя критериями, конечно, нет полной эквивалентности, то есть есть слова, которые удовлетворяют одному критерию и не удовлетворяют другому. Ну, вот примеры. Лоб, чело, глаза, очи. Ясно, что эти слова обозначают одно явление, одно понятие, у них тождественное значение, но стилевая дифференциация, которая не позволяет заменять друг друга этим словам в определенных контекстах. Этих контекстов довольно много. Ну, например, в медицине будет странно, если окулист вам скажет, что-то мне не нравится в ваши очи. Или вот еще пример. Дети, деточки, отродье. Эти слова имеют единый понятийный компонент, но разную коннотацию. Следовательно, тождество понятий не всегда ведет к тождеству значений, ведь мы знаем в структуре значения, коннотация может играть очень важную роль, значения здесь не тождественные. Таким образом, приведенные примеры и разнообразные критерии выделения синонимов говорят нам об одном. В языке даны многочисленные и многообразные типы семантических сближений, и их вычленение зависит прежде всего от аспекта исследования. Самым общим определением синонимов является то, которое мы дали вот в первом критерии. Синонимы – это слова близкие или тождественные по значению. Кстати говоря, слова тождественные по значению называются абсолютные синонимы, или же по-другому их называют лексические дублеты. Однако существование вот таких абсолютных синонимов противоречит законам знаковых систем. То есть если в языке абсолютные синонимы есть, то их существование непродолжительно. Преодоление вот этой абсолютной синонимии или лексической дублетности идет в разных направлениях. Либо одно из слов выходит из активного употребления, либо дублеты разграничиваются в каком-либо отношении, в сфере употребления, например. Либо происходит как раз семантическая дифференциация. Ну, предположим, тишина и молчание. Гаснуть – это перестать светить и реже в значении гореть. А тухнуть – это наоборот. Чаще перестать гореть и реже перестать светить. Все-таки лампочка погасла, а свеча, допустим, потухла. Или огонь потух. Рыться – здесь есть в значении целеполагание. А копаться – вот здесь вот этого оттенка с целью нет. Даже слова, которые обычно относят к абсолютным синонимам, тоже имеют смысловые оттенки. Другое дело, что в большинстве случаев, в большинстве контекстов они нейтрализуются, и ими можно пренебречь. Итак, вот на основании того, что мы сказали, можно выработать такое более детальное определение лексических синонимов, которое мы и примем с вами в качестве рабочего. Итак, синонимы – это действительно слова, тождественные или близкие по значению, различающиеся либо оттенками значений, либо стилем, либо тем и другим одновременно, но в большинстве слова употреблений характеризующиеся нейтрализацией этих различий. Именно это определение вы видите на слайде. Скажем теперь, и осветим третий вопрос, о том, каковы типы лексических синонимов, и каковы их функции. Ну, собственно говоря, типология лексических синонимов выводится из вот этого определения. Итак, существуют следующие типы синонимов. Синонимы, которые отличаются оттенками значений, их называют семантические или идеографические. Синонимы, отличающиеся стилистической окраской, сферой употребления, называются стилистические. И бывают синонимы семантико-стилистические. Вот этот вопрос, какие бывают типы синонимов, конечно, связан с вопросом о функциях синонимов. Чаще всего выделяют следующие функции. И здесь я назову и Кузнецову, и Александрову, и Новикова. Какие функции синонимов выделяют разные ученые. Давайте сейчас объединим представления. Итак, функция замещения в контексте. Первое. Функция уточнения, проявляющаяся в семантической градации интенсивности, признака, качества или действия. Ну, там, любить, обожать. Противный, если мало противный, да, отвратительный, омерзительный. Или в выражении субъективной оценки, да, вот это уточнение, которое используется в выражении субъективной оценки обозначаемого. Там, безголовый, безмозглый. В уточнении разных сторон обозначаемого. С точки зрения говорящего, конечно. Ну, там, предположим, загореться, заняться, вспыхнуть, запылать. Все эти функции присущи семантическим синонимам. Ну, назвали мы их два основных названия. Да, функция замещения в контексте, функция уточнения, которая проявляется в разных позициях. И, наконец, функция стилистическая, заключающаяся либо в стилевой организации текста, либо в оценке говорящим обозначаемого. Эта функция присуща, прежде всего, стилистическим синонимам. Ну, предположим, уже взятый пример. Глаза, очи, а дальше зенки, зыркалки и так далее. Можно использовать как и стилевую организацию текста, да, особенно если мы стилизуем текст под какую-то эпоху. Можем и у тебя не глаза, а очи, и это будет комплимент, да. Рассмотрим с вами, это четвертый вопрос, соотношение с синонимами смежных понятий. Как же без них? Это гипонимы и эвфемизмы. Нам помогает различать синонимы и вот эти смежные явления критерий нейтрализации. Напомню еще раз, в определении лексических синонимов сказано, что в большинстве контекстов различия, семантические, стилистические, те или другие одновременно, все-таки нейтрализуются. Различение синонимов и гипонимов возможно по двум моментам. Ну, во-первых, при гипонимии возможно только односторонняя замена в контексте. Ну, например, гипероним цветок, гипоним роза, да. Если роза, то цветок. Но по-другому нельзя. Если цветок, то обязательно роза. При синонимии такая замена двухсторонняя. Ну, грустный, печальный. Если грустный, то печальный. Если печальный, то грустный. Дальше. Ну и, наконец, при гипонимии различия в значении в контексте не нейтрализуются. Даже если вы в контексте в качестве контекстного синонима используете вместо слова роза цветок, это не значит, что мы сняли все различия смысловые. Если говорить об эвфемизмах. Эвфемизм, как известно, это сдержанное выражение каких-либо смыслов, воздержание от грубых выражений. Эвфемизм – это явление вообще не языка, это фигура речи. Они действительно, эвфемизмы, могут быть основаны на синонимических заменах, то есть когда эвфемистичными являются синонимы. Но это происходит далеко не всегда. Ну, например, потолстело, и эвфемизм поправилось. Наверное, здесь синонимичное. Эвфемизм является синонимом. Шалун – хулиган или преступление заменяется словом «деяние» в речи адвокатов, допустим. Есть эвфемизмы устоявшиеся, то есть когда мы, ну вот, потолстело, поправилось, мы практически всегда избираем этот эвфемизм, если не хотим женщину обидеть. есть устоявшиеся почти словарные эвфемизмы, а есть такие акказиональные, когда мы подбираем их из чувства такта, чтобы не обидеть человека, например, и характеристики каких-то внешних качеств человека или внутренних, наоборот, качеств, ну и так далее. И так далее. Поскольку мы заговорили о речи, сказали, что эвфемизм – это фигура речи, то можно заметить, что именно в речи, в контексте могут происходить сближения слов. И это явление как раз носит название контекстной синонимии или квазисинонимии. Имеется в виду в данном случае несистемные языковые отношения, которые существуют в лексике реально, безграничные возможности использования различных слов в разных целях. Критерии контекстных синонимов, их основной критерий – это способность взаимозамени вот в определенном контексте. Так что еще раз, когда говорят о контекстной синонимии, прежде всего имеют в виду контекстные речевые синонимы, которые в языке на самом деле синонимами не являются. Не хочу вас запутать, но тем не менее языковые синонимы тоже являются контекстными. Кстати, термин квазисинонимы, он тоже ведь употребляется не всегда в значении контекстного речевого синонима. Иногда он употребляется в значении семантический синоним. Ну, то есть есть абсолютные синонимы, а есть вот семантические или стилистические, то есть с неполным совпадением. Но поскольку эти синонимы языковые тоже употребляются в контексте, то, видимо, можно говорить и о языковой контекстной синонимии. Но повторю, что чаще всего, когда вот вы слышите контекстные синонимы, все-таки речь идет как раз о явлении речи, извините за тавтологию вынужденную, потому что речь идет о тех словах, которые в языке синонимами не являются, и какими словарями синонимов не фиксируются. Есть еще одно важное понятие для теории синонимии, лексической синонимии, для разговора о синонимии лексической. И, кстати говоря, для разговора о том, как же организованы синонимы в словаре. Синонимов, каким образом происходит подача синонимов в словарях специализированных. Синонимы образуют так называемые синонимические ряды. И тут возникает много вопросов. Если вы откроете синонимические словари, словари синонимов русского языка, словарь Евгеньевой, например, словарь Александровой, то вы увидите, есть слово, которое стоит первым, часто оно выделено жирным шрифтом. Это слово так называемое доминанты синонимического ряда. То есть ведь важен вопрос не хаотично, как бог на душу положит, расположить эти синонимы, разместить их, рассматривать их, а в определенном порядке, последовательности, в определенной организации. Итак, среди синонимического ряда выделяют доминанту. У доминанта несколько признаков. Первое самое простое. Слово с наиболее общим, четким и ясным значением. Но вообще не всегда этот признак формирует доминанту. Ну вот какой-нибудь ряд давайте. Блеклый, выцветший, линялый, потускневший. Вопрос, какой из этих слов является доминантой? Где значение более четкое, более ясное или более общее? Еще один признак доминанта синонимического ряда, значит, второй, да, это слово обязательно в прямом значении. Это слово, третий уже признак, стилистически нейтральное, может быть, экспрессивно нейтральное. Ну и, например, важный критерий, доминанты это наиболее частотное по употреблению слова. Не могу сказать, что все ученые согласны вообще с идеей, что нужно обязательно в синонимическом ряду выделять эту самую доминанту. Некоторые ученые, например, Полевская, приходили к идее ненужности такого рода выделения. Но в русской лексикографии выделение доминанты традиционно, поскольку, как вы уже поняли, доминанта – это способ организации синонимического ряда, как микросистемы. Действительно, синонимический ряд – это лексико-семантическая парадигма. Она характеризуется отношениями со и противопоставленности и иерархичности. У синонимического ряда, у слов, которые входят в этот ряд, можно выделить общий, семантические элементы, дифференциальные признаки. То есть синонимический ряд рассматривается как лексическая микросистема, а тогда ей присущи свойства других микросистем и систем, в том числе упорядоченность, иерархичность и так далее. Возникает еще один вопрос. Вот синонимический ряд. Выявили мы доминанту. Слово с наиболее четким значением, общим, прямым, стилистически нейтральным, без коннотаций, наиболее частотно. Выделили. Вопрос, где граница синонимического ряда? Какие лексемы включаются в этот ряд, а какие включать мы не будем? Ряд ученых полагает, что синонимический ряд надо понимать только с точки зрения синхронии, то есть современного состояния языка. И тогда, например, крепость и фортеция – это не синонимы. В последнее время, ну, не в последнее, а в 80-е, 90-е годы, в некоторых работах, работа главным образом как раз Брагиной, синонимический ряд характеризуется как явление, которому присущи свойства лексики вообще, то есть и открытость, и динамичность, и проницаемость, и подвижность, незамкнутость, и неопределенность границ – вот те признаки, которые характерны для лексики вообще и выделены в свое время Дмитрием Николаевичем Шмелевым. И тогда синонимический ряд принципиальное явление, диахроническое, такой мост, который скрепляет и разные стили, и разные поколения, и это такой фактор развития языка. И тогда жизнь и живот – это, конечно, синонимы. То есть синонимический ряд может скреплять время, он может скреплять ушедшее с настоящим, и он в то же время открыт. В него могут войти слова, которые только возникли в языке и могут возникнуть. То есть по Брагиной синонимический ряд проницаем, и в то же время он даже проницаем для речевых явлений, для контекстных синонимов. Например, вот пример Юрия Нагибина. Он говорил о ресницах. Густые, пушистые, мохнатые, махровые. Вот этот широкий подход к синонимическому ряду, он позволяет нам включить эти слова в синонимический ряд. Такой широкий подход, который исповедуют далеко не все ученые, он основан на понимании синонимии как фактора единства языка. как фактора единства языка. На практических занятиях, я надеюсь, у вас будет время внимательно посмотреть, порассуждать на тему, как организованы синонимические ряды в словарях синонимов. Более того, будет интересно сравнить словари разных авторов, чтобы посмотреть, как с одной и той же доминантой синонимического ряда, как по-разному организованы ряды в разных словарях, и совпадает ли количественно, ну и в качественном отношении, состав синонимического ряда в том или ином словаре. Но подчеркну, многое в этом смысле зависит от взгляда исследователя на проблему вообще того, что такое синонимический ряд, как он характеризуется, и где его граница, на проблему границы синонимического ряда. Итак, мы с вами рассмотрели вопрос о синонимии. Также на практическом занятии я надеюсь, что вы, как будущие журналисты, поработаете и поработаете над функциями синонимов в журналистском тексте, в публицистическом тексте, посмотрите, какова уместность или неуместность синонимических замен, работа с контекстными синонимами, синонимами не всегда языковыми, а как раз речевыми синонимами. Короче говоря, это очень увлекательно, и мы понимаем с вами априори, что представление о синонимах и умение использовать синонимы не могут ухудшить вашу речь, письменную и устную, но могут значительно обогатить. Правильный выбор синонима из синонимического ряда и так далее. Спасибо за внимание, и следующая наша лекция будет посвящена еще одному явлению, еще одному виду парадигматических отношений, тоже из разряда универсалей, это антонимия. На сегодня всего хорошего и не болейте. Субтитры создавал DimaTorzok